Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну, ты же сам понимаешь, времена такие, как бы, ничем не брезгуем. Деньги на донат нужны. Вот, открыл свое небольшое дело. Деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором на дип точно пойдет. Хе-хе, бой! Билдосик подождет! Билдосик подождет! Билдосик подождет! Мозгол! Тебе компания не так долго представляет. Богатое разнообразие или лучшее оружие инженера против брони график. А как же кекс? Уекс, задолбал меня ты, капитан очевидность, этим кексом. Сколько можно? Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги Самира Футагин, капитан очевидность. И вот очередное глубокое аналитическое видео. Речь сегодня пойдет о самом ходовом, можно так сказать, метовом оружии класса инженер. Ведь с введением брони графит и изменением характеристиков некоторых единиц оружия, есть тут о чем поговорить. Ах, хуй! Ну да, кончилось. Извиняюсь. Если со штурмовиком, друзья, ситуация была не совсем однозначной, то вот с инженером все намного глубже. Я бы даже сказал, здесь очень много споров, а у кого-то просто полнейшая неразбериха. Я же решил по полочкам разобрать этот вопрос, и соответственно со всеми ходовыми плюс-минус стволами хорошенечко понагибал, дабы высказать свое мнение. И как же, братишка, выстроился твой личный топ? А топ-капитан очевидность на самом деле у меня весьма прост, и на первое место я ставлю сразу две пушки. Да, друзья, как и у штурмовика, у инженера плюс-минус ситуация схожая, и тут в зависимости от ваших предпочтений. А наиболее сильными я считаю на данный момент такие пушки, как Desertec MDR-X и, конечно же, САР. Да-да, тот самый САР, который вроде как понерфили, и его действительно понерфили, но не во всем и не везде. Кто-то скажет, Рокутагин, ну ведь не может быть, что сразу две пушки на первом месте. Одна из них по-любому лучше. Но тут я возражу. В зависимости от ситуации, друзья. Desertec, как вы знаете, был улучшен в последнем обновлении. В частности, ему повысили множитель в голову, а это, друзья, дофига делов. 95 урона и 700 темпа стрельбы. Да при этом ваншот на приличных дистанциях. И тут мы понимаем, что фактически Desertec превратился в штурмовую винтовку, что, в свою очередь, конечно же, гаднотелло. И это единственное оружие инженера на сегодняшний день, которое ваншотит в голову, если память не изменять. Ну, так или иначе, это единственное оружие, из которого действительно есть надёжный ваншот в голову. Однако, по сравнению с САРом, как вы понимаете, распил тела здесь совсем не тот. А всё тот же, вроде как сильно пострадавший от нерфов и введения новой брони САР, тем не менее, на ближних дистанциях жарит будь здоров. И, пожалуй, его можно окрестить королём ближнего боя. Со стрельбой голову тут, кстати, тоже нет проблем, ведь, как вы знаете, у САРа такой темп стрельбы, что две пульки в чанчик-то могут залететь практически мгновенно. И в то же время мы понимаем, что всё-таки не всегда получается в этот чан-то попасть, и, к сожалению, приходится пилить тело. И вот тут, опять же, как ни странно, САР начинает проигрывать Desertec. Потому что из-за нерфов и новой брони на большой дистанции в тело САР тоже часто просто стреляет горохом. А Desertec, несмотря на более низкий темп стрельбы за счёт своих множителей, за счёт своего урона, за счёт другого падения урона, на дистанции в тело плюс-минус пилит годно. И ситуация становится вполне ясной, непрозрачной и лёгкой для понимания. Если вы соблюдаете свои дистанции и предпочитаете ближний бой, лучше САРа, ребятки, просто не найти. Если же вы любите универсального инженера, который на ближних пусть и будет проигрывать САРу, но на всех остальных дистанциях чувствует себя просто гаднотелло, то это однозначно Desertec. Сего-то при этом ещё и ваншотом в голову на приличных дистанциях. А в народе пытают мнение, поговаривают, что Мета сейчас СИК-552. Да, капитан очевидность, я знаю, что многие сейчас говорят, да, друзья, многие говорят, что вот СИК-552 теперь после того, как САР понерфили, типа он топ-1 однозначно. Не согласен. И при этом не скажу, что он говно. Его бы я поставил на второе место после Desertec и САРа. Почему второе место, объясню. Потому что он выиграет у Desertec на ближних дистанциях, но проиграет САРу. Выиграет у САРа на дистанциях средних, но проиграет Desertec. Таким образом, СИК это что-то между САРом и Desertec. И многие скажут, это же золотая середина. Но это не так, друзья. Просто задумайтесь. Там, где силён Desertec, ему СИК проиграет. А там, где силён САР, СИК ему тоже проиграет. Хотя вроде он, понимаете, вот и от того и от другого взял, но ни в чём не силён. Понимаете, он такой вот и жнец, и шевец. Но с другой стороны, не рыба и не мясо. Просто лупара дяди Тараса. Знаешь, братан, я ещё последние пару дней заметил огромное количество квадроциклов. С чем это связано? О, братан, вот это, кстати, это реально интересно, друзья. Да, я заметил тоже наплыв квадроциклов. Квартерсёкл, деточка, да? И даже некоторые кибешпроты стали придерживаться мнения, что после обновления со всеми её нерфами, апами, а также введением новой брони, метой-то будет квадроцикл. Я взял, попробовал, понагибал. Неплохо. Но, ребята, только на ближней дистанции. И, скорее всего, по моим ощущениям, вы знаете, квадроцикл, это как раз примерно как СИГ-552. Вот что-то похожее, знаете, вот такое прям что-то у них общее есть. Но квадроцикл отличается тем, что на средних дистанциях он уже часто просто лупит горохом, и тут даже СИГ-552 как бы, ну, будет поинтереснее. И хотя я поставил с ним немало неплохих серий, много ребятишек получили полную жопу огурцов, тем не менее, не могу сказать, что квадроцикл меня хоть сколько-нибудь, друзья, вот по чесноку впечатлил. И все же, братан, что по кексу скажешь? Как ты меня задолбал, сука, этим кексом? Чё кекс, вот чё кекс? И, в самом деле, некоторые кекс, кекс, вот, а вы знаете, что кекс такой нормальный стал, теперь он так гнёт. Друзья, ну серьёзно, да нифига он не гнёт. У него неплохие ТТХ, но всё портится жутким рандомом, жуткой неприятной отдачей, и я вообще не понимаю, как эту пушку можно серьёзно воспринимать. Нет, если написать какую-нибудь технологию, то тогда на ближний, ближний, средний, наверное, он будет рвать, но не факт, что он будет рвать лучше, чем САР. Скорее всего, всё-таки нет. Люди часто упускают такой элемент, как отдача, тряска, разброс, рандом. Поймите, друзья, реальная эффективность пушки не держится на одних сухих ТТХ, так никогда не было и не будет. Это и ТТХ, и скорость зума, и очень важна отдача, тряска, рандом, а порой решает даже та же скорость перезарядки или, скажем, смены оружия. И не учитывая этого, сравнивать пушки, я считаю, смысла просто нет. Поэтому Кекс обладает, конечно, скрытым каким-то большим потенциалом, но из-за своего рандома, дебильной тряски, дебильной отдачи, реализовать он его попросту не может. И если вам нравится просто зажимное оружие, то лучше САРа как не было, так ничего и нет. Практически полное отсутствие отдачи. Огромнейший темп стрельбы и невысокий тайм ту килл. Единственное, чем вам действительно придётся пожертвовать, так это дистанция. И, конечно же, не лезть на штурмовиков и снайперов. А в случае, если вы захотите это сделать, да и вообще больше любите штурмовой геймплей, но по каким-то причинам играете инженером, пожалуйста, есть Дезерте. Офигенная пушка по совокупным, так сказать, свойствам напоминает, скажем, у штурмовика МСБС ГРОД. Плюс-минус то же самое. Чуть-чуть будет проигрывать дистанция, но нагибает на отличненько. Если, друзья, у вас этих двух пушек нет, либо каким-то причинам вы не можете или не хотите их приобретать, вполне подойдёт СИГ-552, который, кстати, можно получить в подарках по ссылке в описании абсолютно всем игрокам, как старичкам, так и новичкам. Пользуйтесь. Подытоживаем. Хэдшот штурмовой геймплей немножко слабее на ближней, это Дезерте. Король ближних дистанций, полное отсутствие отдачи, это САР. И, кстати, если вдруг, ну по какой-то причине, друзья, вдруг так получилось, что это видео было для вас интересным, полезным в какой-то степени. Вы чувствуете, как ваши волосы стали мягкими и шелковистыми? Давление стабилизировалось? А пищеварение улучшилось? То в этом случае ставьте лайки. Чешите яйки, друзья мои. Ступайте в нашу армию. И, конечно же, нагибайте всех. Увидимся с вами. И все-таки я считаю, кекс недооценивают. Вот иди и жуй свой кекс. Только успокойся и отстань от меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok